Приветствую вас. Вот как-то у меня возникло ощущение, что отвечал я уже ладно на ваш вопрос. Как-то вот подобная ситуация была уже вроде бы, и имя ваше Андрея вроде бы тоже было. Вот, хотя я и не уверен в этом, известно, простите меня, пожалуйста, тем не менее, такие ощущения возникают не каждый день, не постоянно, и не постоянно, вот. Дело не только в том, что вопрос похожий, а дело именно в том, что вот я чувствую, что именно вот в таком ключе уже вопрос об о вас. И именно тем же пользой. Вот. Значит, я поэтому буду отвечать именно исходя из своего, из своей интуиции, вот, но потом я обязательно отвечу так, как если бы первый раз видел ваши вопросы. Значит, смотрите. Основная проблема заключается в том, что вы жалеете. Только непонятно кого. И непонятно почему. Вот. Вот. Жалость. Это деструктивное чувство, которое совершенно точно дискредитирует и человека, который жалеет, и дискредитирует человека, которого жалеет. То есть, вам нужно понять, что жалостью вы, жалостью, вы вообще ничего не добьетесь, к сожалению. И вот, как бы вам не хотелось, может быть, но, жалостью вы ничего не сможете добиться. И связано это именно с тем, что жалеет человека, вы перестаете его уважать, а жалеет человека, вы передаете как-то его оценить, воспринимать его всерьез. В жизни человека, вы, по сути дела, смотрите на него уже сверху вниз, а это не отношения, это уже просто какая-то пародия на отношения. Пародия на связь. Вот. И поэтому, вот именно исходя из того, что я вам сказал, я бы хотел, чтобы вы определились, значит, для себя, определили для себя, что для вас является жалостью. То есть, почему она удерживает вас от того, чтобы уйти от человека. Ведь, ээээ, совершенно очевидно, что она даже не использует вас, а она просто вот такой, такая девочка, такая личность, да. Она такой человек. И по делу с этим ничего нельзя. То есть, нельзя ее изменить, нельзя заставить ее поменяться и так далее. Она такая, вот какая она есть. И по-другому вести себя она не будет. Не потому что не хочет, а потому что не может. Это все-таки разные немножечко вещи, когда человек не может вести себя как-то вот по-другому. И вам это постараться нужно понять. Это на самом деле очень важно. Это очень важный момент в том, что я говорю. Значит, ну, в принципе, вы знаете, вот, если мы говорим о жалости, то жалость в первую очередь нужна кому? Жалость в первую очередь нужна вам. То есть, вы жалеете ее. И вас это останавливает от того, чтобы уйти. И возникает вопрос тогда. И на мой взгляд, вопрос довольно такой, серьезный. А почему? Почему вы считаете, что на жалости можно построить отношения? Почему вы помогаете другим, своей маме, там, своей сестре и так далее? Вы говорите, что вот, чтобы, значит, вы помогаете, чтобы все было хорошо, чтобы, значит, ну, начиная помогать всем по привычке. Вот. И эта привычка, привычка помогать всем, она играет с вами на самом деле в свою шутку. Потому что, по сути дела, эта привычка как бы обосредует то, что вы, вот такой вот мягкий человек, который готовый поступить со своими принципами, да, своими желаниями, своим комфортом. Может быть даже и так далее. И ничего удивительного, что люди этим пользуются. Ничего удивительного, что девушка ваша этим пользуется. И давит на вас, как бы, говоря, что требует от вас что-то сделать, но говоря о том, что вы, там, мужчина, и что вы, там, должны, должны, вот, что вы должны что-то сделать, что вы должны что-то исправить, вы должны, там, что-то поменять. Возникает интересный, опять же, вопрос, почему она говорит вам подобные вещи, почему она вас оскорбляет, почему она вас обижает, но главное здесь другое, почему вы всему этому позволяете быть. Понимаете? То есть вы описываете ситуацию, вы описываете ситуацию, явно неприятную для вас, явно не негативную для вас. И как бы, если говорить с точки зрения психологии, то вы в этой ситуации оказались сами, потому что другая ситуация для вас пока невозможна. Исходя из того, как вы представляете себя, и как вы представляете окружающих людей по отношению к себе. Вот исходя из всего этого, можно сделать вывод, что вам другие отношения, в принципе, невозможно выстраивать пока что. И вам решать, либо вы будете делать что-то, что-то менять в себе, корректировать свои ценности, корректировать свои взгляды, свое поведение, свои установки. Работать с тем, что вам мешает, например, тем, чего вы боитесь работать. Да? Для того, чтобы в такой ситуации не было. Ведь эта ситуация, она идет, по сути дела, из градительских отношений у вас. Я уверен, если вы посмотрите на своего отца, то он будет у вас какой? Либо очень такой суровый, который вас подавлял, да? Либо его вообще не было. И говоря вообще не было, я имею в виду, что либо его не было физически, либо он никак не участвовал в вашем воспитанции психологически. И это не могло не сгазаться на вас. Это не могло не сгазаться на том, как вы воспринимаете себя, как вы воспринимаете девушку, как вы воспринимаете отношения. И понимаете, вот это вот все нужно с вами разбирать, вот это вот все нужно с вами изучать, смотреть, понимать. Чтобы хотя бы получить представление о том, что заставляет вас в этой ситуации находиться жалость. Жалость кому? К себе, другим почему. Понимаете ли, вы что жалость, например, оскорбляет, собственно говоря, девушку вашу. Не вас, а девушку, что вы с ней из-за жалости. Вы попробуйте сказать кому-то, что вы с человеком из-за жалости. Вот. И представьте себе, что он вам ответит. Это вот, значит, первый важный момент, что я хотел сказать вам. Полная вероятность, что девушка вам для чего-то нужна. Полная вероятность, что, может быть, девушка вам важна для того, чтобы как-то подчеркнуть какую-то свою черту характера, свою психологическую черту. Может быть, девушка вам нужна для того, чтобы как-то подчеркивать свою уверенность в себе. То есть, без нее вы в себе не уверены, например. Или расставание с ней для вас означает, что, ну, для вас означает там пройдущи, неудачи, вот что-то вот из этого, в этом плане что-то. То есть, это тоже вот нужно выяснять, с этим тоже нужно разбираться. Далее. Теперь я, как и обещал, отвечу на вопрос так, как будто не видел никогда до этого его, чтобы исключить ошибку. И чтобы не принижать вас, если вы первый раз задаете свой вопрос. Значит, начать вам нужно с того, вот вы говорите, что я живу вампиром психологическим, не знаю, что делать. Начать нужно с того, чтобы в первую очередь четко определить свои интересы. То есть, вы живете с психологическим вампиром, вы с ним согласились жить, вы принимаете его позицию и вы тем самым вредите себе. Имея в виду, тем самым вредите себе, имеется в виду здесь то, что вы, живя психологическим вампиром, живя в условиях, которые вам не нравятся и которые вас не устраивают, вы сами наносите себе вред. Вы сам себя как бы принижаете таким образом, а принижая себя, вы естественно принижаете себя в глазах других. По-другому быть не может, на самом деле. Вот. То есть, для начала, принимите для себя, что для вас полезно, что для вас вредно и почему вы терпите отсутствие этой самой полезности для вас. Это первое, что нужно сделать. Да. То есть, ориентироваться на предмет своих интересов. И понять, что двигает вами на то, чтобы жертвовать своими интересами. Тем более, что вас это явно напрягает. Да потому, что вы их припичите. Следующий момент, о котором нужно сказать. Это какого обстоятельства, как давно девочка начала себя так вести? Вела ли она себя так всегда с самого первого вашего совместного проведения времени? Или она начала вести себя с определенного момента только? Я не буду спрашивать здесь, почему вы ей это позволили, потому что об этом речь уже шла. Я хочу здесь спросить у вас, почему она себя так начала вести? Что ей двигало? Были ли какие-то конкретные обстоятельства, которые заставили ее так себя вести? Страшные уверенности в себе, желание что-то доказать вам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Были ли у нее мотивы? И есть ли у нее мотивы сейчас? Если есть, с ними нужно разбираться, нужно вам, с психологом, постараться разобраться, в каком моменте это произошло, и подкорректировать опять свое отношение к этому. Вполне возможно, выработав некоторое поведение, некоторое поведение выработав к этой ситуации и к девушке в целом. То есть, если вы увидите мотив человека вести себя определенным образом с вами, то вы сможете через этот мотив построить свое собственное поведение и тем самым защитить свои же интересы. Вот это то, о чем вам стоит обязательно подумать. Ну или, конечно, последнее. Это то, что если девушка как бы ведет себя так просто потому, что она вот такой человек. И в этом случае вам ничего не изменится. Девушка все устраивает. Ей нравится ее поведение. Она, скорее всего, даже не осознает, что у нее проблема, и не осознает, что у нее проблема до тех пор, пока не наступит конфликт интересов ее. И вам в эту ситуацию нужно браться либо человека принять, либо человека отпустить, дав ему понять, что вы не подходите друг другу. Знаете, вы говорите такую вещь, что вы жалеете, но жалея кого-то и действуя для кого-то из жалости, вы принесете в жертву свою собственную жизнь. И основной вопрос заключается в том, столь ли оно того, ради чего вы приносите в жертву свою жизнь. Если у вас есть четкая цель, ради чего вы это делаете, тогда, я думаю, вас не было бы на нашем сайте. Значит, вы не хотите этого делать. Вы не хотите приносить в жертву себя, но вы это делаете. И вот важно понять, почему вы это делаете. Почему вы приносите в жертву себя. Ради нее. Ради чего. Чем вы руководствуете? И после того, как будут выявлены ваши мотивы. Знаете, ваше отношение к девушке, оно станет другим. Вы не обязательно ее разлюбите или вы не обязательно будете любить ее еще больше. Но вы сами сможете смотреть на нее по-другому. И смотря на нее по-другому, вы будете уже продвигать свою линию поведения несколько иную. Либо вы сразу уйдете от нее. Либо вы понимаете, что любите ее и понимаете, что она где-то вот в глубине души. Если вы хороший человек, будете просто грамотно продвигать свою линию поведения и защищать свою позицию, тем самым не оставляя для нее выбора, как вести себя с вами. Быть может ли вы продолжаетесь ее понять? Это зависит от вас. И вот последнее, чем я хотел бы закончить свой ответ, это то, что вы говорите. Вот я хочу от нее уйти, но жалею. То есть получается, что есть. Я хочу, но что-то там. И здесь возникает риск того, что вы себя обманываете, что в действительности вы не хотите уходить от нее. В действительности вам кажется, что вы хотите, потому что так вроде бы правильно. Правильно было бы уйти в этой ситуации, но вы не уходите. Почему? Потому что либо вы чего-то спаетесь, либо вы не доверяете себе. Отчувствие доверия к себе, к своим желаниям, это опять же признак неуверенности в себе, на которую, кстати говоря, и давит ваша девушка при манипуляции вами. И возникает вопрос, хотите ли вы стать более уверенным в себе, чтобы ни девушка, ни ваши родные, ни кто-либо другой не оформлял вас, чтобы вы сами формировали отношения с людьми. Вот об этом я рекомендовал бы вам подумать. Об этом я хотел бы, чтобы вы поразмышляли для себя сперва. И если решите, то будет здорово, если обратитесь за консультацией к психологу, которого вы берете на нашем ресурсе и с которым вы пройдете свой путь становления в качестве более уверенного в себе человека и мужчины. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы остались. Пишите в личку «помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!